Как же вы работаете с нами? Такими разными, часто спрашивают его сотрудники. Возможно, весь секрет в том, что он сам очень многогранен, успевает руководить, заниматься научной деятельностью и спортом. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Евгений Прысь. Он всегда протестовал против подлости, в чем бы она ни выражалась. И уверен, чем выше уровень, тем сильнее должна быть борьба за чистоту кадров. Надо своим примером, прежде всего, показывать, как должен работать руководитель. Хапузничество – это, мне кажется, такая вот нехорошая традиция, которая у нас сложилась еще с далеких времен. За свою жизнь Евгений Прысь сменил немало должностей и получил массу регалий. Сегодня его ипостась – экономическая преступность. Дело неблагодарное, учитывая размеры города и количество тех самых белых воротничков, которые регулярно норовят скомпрометировать власть. Я человек бескорыстный. Мне нравится сделать другому, и я от этого радуюсь. И почему-то это как стержень красной нитью проходило всю мою жизнь. Это со стороны чужой успех кажется достижением само собой разумеющимся. А он и не привык рассказывать, сколько сил и времени уходит на написание докторской диссертации по уголовному праву или как в тесной комнатушке буквально на коленях работал над своей кандидатской. Самые яркие впечатления из детства, воспоминания – это когда вечерами мама говорила, дети, тише, отец работает. Папа у нас очень добрый человек, очень отзывчивый человек. Эта привычка готовиться к лекциям, она у него по сей день осталась, несмотря на колоссальный опыт. Если он берется за дело, то он всегда доводит дело до конца. Этот максимализм не раз выручал его и на Севере в работе с массами, и в родной академии в СИН, и в МАЭПе. Под его руководством учебное заведение вошло в сотню лучших вузов страны. Ну, не поседаю. Я не могу одним делом заниматься. Но я люблю образование, поскольку я считаю, что это основа любого общества, основа формирования лучших принципов в семье. И меня это радует. И для меня вот то, что я вижу вокруг, просто вдохновляет и заряжает. По-хозяйски он с гордостью показывает аудитории, в которых с 2012 года количество студентов увеличилось втрое. Заслуги в этой сфере подтверждает очередной диплом конкурса «Лидер доверия». Евгений Владимирович из того поколения тружеников, которые знают цену и значение соревновательного момента. К нам приглашены лучшие представители профессорско-проподавательского состава города. Работают некоторые представители ППС из Москвы, с Еленрада, с Саратовым приглашаем. Он лично оценивает шкалу амбиции и профессионализм. Иначе конкуренцию не выдержать. Дело в том, что как ты примешь студента, как ты примешь маму с ребенком, который должен поступить куда-то, и родители не знают, куда он должен поступить, так, собственно говоря, и будет. Мы видели, как папа к этому подходит, как папа к этому относится. Ему ли не знать, что значит «С корабля на бал», когда, как назло, диплом, маленькие дети, работа и личные заботы в одно время. В Академии экономики и права даже столовая как дома. А здесь скоро завершится реконструкция кабинета криминалистики. Будут реальные отпечатки пальцев, дидактическая литература, технические средства. Его годы юности прошли в высшей школе МВД, ныне Академии ФСИН, куда некоторые одержимо поступали по 2-3 года. Это учебное заведение закончили мои дети, они по моим стопам пошли. Для нас папа – это авторитет, и мы папу очень любим и уважаем, поэтому мы не хотели его расстраивать и, в общем-то, делали, старались максимально хорошо учиться. Учёные степени, докторантуры и майорские погоны, пожалуй, в последнюю очередь приходят в голову при виде хрупких красавиц. Тут даже папе сложно определиться с чувствами. Он знает, чего стоит им обеим этот внутренний стержень, не позволяющий отвести глаз от цели. В какой-то степени ревности, а с другой стороны, гордости за то, что у меня такие прекрасные дочери. Мы понимали своих родителей с полуслова. Нам достаточно было взгляда, чтобы уже понять, что хотят и что требуют от нас родители. Ой, а вот это одна из немногих фотографий с папой. За 15 минут до Нового года была снята фотография. Примечательность её в том, что заключается, что я ушёл в 6 часов на работу и прошёл перед боем курантов. Взял дочек своих и сказал, что давайте мы загадаем хорошие желания, чтобы они исполнились в следующем году. И они исполнились. Они никогда не закатывали истерик ради новой куклы. В их семье берегли свои традиции и часто начинали всё сначала. От покупки вилок и ложек до ночлега на шинелях. Наша сплочённость позволяет нам выходить с той или иной ситуацией жизненной достойно. Это значит уметь обороняться, оставаясь прежде всего человеком. Мой папа участник Великой Отечественной войны. Я этим горжусь. Под Австрией он был ранен, немножечко, как говорится, не дошёл до Берлина. Мама была фельдшером-акушером, она работала на уровне врача. Это одна из первых моих фотографий. Здесь мне полтора года. Это я у дедушки маминого папы на руках. Сегодня он сам нянчит любимых внучек. Впрочем, глядя на эти кадры, назвать его дедушкой не поворачивается язык. Всю жизнь поддерживал форму. То плавание, то единоборство. И когда только всё успевает. Я не успеваю, вот в чём дело. Этого мне не хватает. Как раз этого мне не хватает. Но я никогда не стремился и не хотел быть профессиональным спортсменом. С папиной лёгкой руки стала достойным соперником в игре на бильярде старшая дочка. Это ещё одно его увлечение. Равно как и лепка. На одном из творческих занятий в преддверии 25-летия высших академических курсов и родился этот нагрудный знак ВАК, который сегодня носит более тысячи человек по всей России. Евгений Прысь лично посетил геральдический отдел. Мы настолько увлеклись этим рисованием. Мы даже в один часовой приехал к нему, мы сидели до половины седьмого. Но мы добились того, что знак был вот таким, каким он сейчас есть. Примерно так же у него родилась идея и со знаменитыми рязанскими барабанщицами. Именно маленькая глиняная фигурка стала их прототипом. Хотя руководство академии и не сразу поддержало эту затею. Вижу эту красивую коробку девчонок в гусарской форме. Ну, может быть, не такой, как хотел бы, но все равно горжусь тем, что она украшает наш город, им аплодирует, их видит, их знают не только в Рязани, а во всей России. Если провести опрос, кто такой Евгений Прысь, то, наверное, можно выпустить книгу воспоминаний, где будет написано, например, о том, как однажды он отдал личные стройматериалы женщине, у которой сгорел сарай. Если бы вы не спросили, я об этом не заговорил бы. Может, это не совсем к стати, не к месту, но тем не менее это так было. Он понимает, помочь каждому нельзя, но можно войти в положение рабочих делянок, которые нуждаются в теплых тулупах больше, чем он, секретарь парткома. В результате мне шубы не досталось. И я вот до сих пор так вот вспоминаю этот случай. Думаю, а там была синица в руках, вот она, собственно говоря, исчезла. Таких историй миллион, и он вовсе об этом не жалеет. Будет о чем рассказать внучкам. Как по молодости было дело, тоже уходил в самоволки, а после лекции брал в руки гитару и спешил на репетицию. До армии у меня был ансамбль «Эскиз» назывался, то есть как-то получилось, вроде бы он еще не был совершенным. Ну а после армии я уже организовал хороший ансамбль. На базе того, собственно говоря, который был, костяк ансамбля сохранился, и мы назывались «Скифы». Его любимая теща всегда говорила «люби, но не показывай». Ему казалось, что он придерживается этого принципа в своей семье. Хотя в таком цветнике трудно подарить цветы только одной. Наверное, чаще папа все-таки нас радует. Несмотря на то, что у него все-таки три женщины, две дочери и жена, любимые, любящие. А с такими молодильными яблочками в лице внучек можно на время и забыть о строгости. И этот удел пусть остается родителям. С моей стороны уже должно быть и баловство, что я позволяю себе от души. За строгим костюмом и неизменной улыбкой никто не видел, как разрывалась душа за дочек. Сколько сил требовали новые проекты, как трудно было балансировать на тонкой грани борьбы за справедливых. И какая это непозволительная роскошь – дать слабину, когда ты пример для своих детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова